Мне хотелось бы поделиться впечатлениями от использования веб-камеры Logitech Brio. Она зачастую пользуется популярностью у стримеров и, возможно, не вполне справедливо. Почему, сейчас разберемся. Дело в том, что существует версия такой же веб-камеры, которая называется Stream Edition, но отличается она от той, что сейчас лежит передо мной, только тем, что в комплекте поставляется премиум лицензия X-Split на один год. В остальном, это та же самая камера, только в другой упаковке. Несмотря на очень негуманный ценник, камера поставляется в очень простой коробочке, так называемый эко-дизайн. Внутри мы видим саму камеру, кабель, инструкция, шторка конфиденциальности, так ее назовем. И, что приятно, бархатный чехол для камеры. Распакуем камеру. Пленочки снимаются не так просто, не с первого раза. Это вам не Apple. Шторка представляет собой пластмаску с откидным верхом. Это для любителей заклеить камеру скотчем. У камеры довольно приятный дизайн. Отличная сборка, алюминиевый корпус. Камера во время использования будет заметно греться. Понятно, почему он алюминиевый. В глаза бросается внушительный размер основного сенсора камеры, датчики освещенности, а также стереомикрофоны по краям корпуса. Подставка легко снимается и крепится на стандартное крепление для штатива камеры. Прищепка в принципе неплохая. Хорошо держится на краю монитора ноутбука. Можно даже регулировать угол наклона. Это не часто встречается у подобных камер. Можно установить даже в таком виде. есть, правда, небольшой минус. Если вы ставите ее на телевизор, существует возможность слишком сильно надавить на матрицу экрана. Подключается камера как к устройству с Windows, так и к Mac. Очень быстро и просто. Надо отдельно сказать об интерфейсном кабеле USB-C. Кабель очень неплох. Мало того, что он отличного качества, он радует характеристиками. Его можно использовать для подсоединения внешних дисков. Скорость копирования вполне устраивает. Чтобы протестировать качество записи видео, нам нужно Brio с чем-то сравнить. Но сравнивать мы ее должны с чем-то более-менее сопоставимым, а не с копеечными камерами. Я взял Full HD камеру Logitech Conference Cam. Она снимает весьма достойное видео, при этом оснащена оптикой Carl Zeitz. Ну что же, подключаем камеру Brio. Смотрим, что она умеет. Максимальные характеристики, которые способна выдать камера, это 4K видео 4096 на 2160 точек. С таким разрешением частота видео максимум 30 кадров в секунду. Для теста мы будем использовать Full HD 1920 на 1080 точек с частотой кадров 60 в секунду. Подключаем обе камеры к ноутбуку. Получаем вот такую вот конструкцию. Записываем одновременно видео с двух камер. Стандартное дневное освещение. В принципе, меня устраивает скорость работы автофокуса. Частота кадров тоже на уровне. Напомню, видео с камеры Brio находится справа. Черный цвет глубже на Conference Cam. Однако картинка кажется немного сочнее на Brio. А вот съемка при дневном освещении на улице в ясную погоду меня расстроила. Я так и не смог настроить автофокус. Куда я не пытался сфокусировать камеру, она показывает только пересвет. Brio находится справа. Что я могу сказать? Съемка в движении, конечно, это не конек веб-камеры. Ею нужно снимать статичную картинку. В принципе, качество видео для веб-конференции или стриминга будет неплохое. Однако, все впечатление портит огромная цена камеры. Сейчас она стоит порядка 20 тысяч рублей в рознице. Если это камера для бизнеса, вполне возможно, это будет оправданием. Но, тем не менее, для себя я бы такую камеру, конечно, не купил. Продолжение следует... Продолжение следует...